Всем привет! Что-то совсем нет цвета, ну, надеюсь, как-то у нас с вами получится сегодня снять это видео. Сегодня давайте поболтаем просто так. Давно я хотела с вами просто так поболтать, и сегодня у нас будет такая тема Я замужем за иностранцем. Как это? Давно, на самом деле, я хотела поговорить на эту тему. Я вас спросила в инстаграме, на какую бы тему вы хотели послушать мою болталку. И вы дали мне несколько идей, и вот это была одна из идей. И поскольку я сама уже хотела снять такое видео, и вы также спросили мне эти вопросы, то я подумала, что это самое время вам рассказать, каково же быть замужем за иностранца. Я буду рассказывать свою историю, свое мнение. Это не значит, что у всех похожие истории, у всех будут такие же мнения, как у меня. Это значит, что я такая, и наша семья такая. На самом деле, вы все по блогам у канала и по нашим блогам, вы все уже знаете моего мужа Нейцера, и вы все знаете, что мой муж, он может быть не совсем обычный иностранец. Он самый простой, и с ним очень просто и легко. И в этом плане мне с ним очень повезло, потому что он у меня абсолютно открыт на понимание, всасывание в себя абсолютно другой культуры. Если говоря абсолютно от всего, от празднования праздников, от едения еды, от хождения, не знаю, в театры, в балеты, от ездения в государство, от смотрения фильмов, русских каналов и всему тому подобное. То есть он у меня очень такой open mind. Он готов делать все, он готов попробовать все, он готов смотреть все, и в этом плане мне безумно с ним просто. По поводу себя хочу сказать, что я приехала в Израиль 16 лет, кто об этом не знает, вы, по-моему, все об этом знаете. И поэтому всю свою жизнь, всю свою жизнь отношений с парнями, с мужчинами я строила уже здесь, будучи здесь, будучи, впитывая уже эту культуру. То бишь, свою взрослую жизнь я начала строить здесь. Вообще, я всегда мечтала, чтобы мой муж был русским, я не хотела, русскоязычным, не русским, а русскоязычным, чтобы он говорил обязательно на русском языке, чтобы он был высоким, блондином, с голубыми глазами. Давайте я так банальностью вам расскажу. Потому что моя первая любовь, про которую я вам только рассказывала, уже давным-давно, был как раз таким парнем, то есть блондином с голубыми глазами. Но, вы понимаете, в жизни мечты это одно, а реальность это другое, и не все, что мы хотим, сбывается. И когда я начала подрастать, скажем так, и после того, как у меня закончились четырехлетние отношения с русским мальчиком из моей группы, да, первые мои отношения были с русским мальчиком, я начала встречаться с парнями, я начала понимать, что русские парни на меня менее обращают внимания, нежели иностранцы, то бишь израильстянины или парни, которые с самого, не знаю, маленького возраста здесь. Как-то я русским не шлась на зубок, потому что я немножко не русская девочка, то есть несмотря на то, что я говорю по-русски и все, но я немножко отличаюсь от стандартной русскоязычной девушки. Я не знаю, замечаете ли вы это, но по всем параметрам я отличаюсь, и внешне я отличаюсь от стандартной русской девочки, и по моим интересам я отличаюсь, и по моим вкусам одежды, и по моим вкусам всего абсолютно. И поэтому, в принципе, с подросткового возраста парни русскоязычные менее на меня обращают внимания, нежели израильтяне. И всегда как-то у меня тянулось более к израильтянам. Я знала, как они ко мне относятся, я знала к ним подход, мне с ними было легко и просто, я себя всегда с ними чувствовала раскрепощенной, простой, не нужно было из себя что-то строить, с русскими парнями всегда это намного сложнее, ну лично мне. И поэтому все отношения после того первого-четырехлетних отношений, все следующие отношения в основном у меня были с израильтянами, но как-то всегда в голове я знала, что у меня никогда не будет серьезных отношений с израильтянами, и что мой муж обязательно будет русским. Пока я не познакомилась со своим будущим моим, и когда я с ним познакомилась, я поняла, что просто с ним, знаете, вот говорится, как строиться, как подойти под ход, вот знаете, вот сейчас банально скажу, самая банальная вещь, когда это это, вы поймете, что это это. И несмотря на то, что Нессер, он, я вам не могу сказать, что он какая-то любовь с первого взгляда, что я там охала-яхала и писала с кипятком, да, грубо говоря, нет, совсем нет, совсем нет, но вместе с тем я сразу знала, что я хочу такого мужа, я сразу знала, что я хочу, чтобы вот именно этот человек был отцом для моих детей, потому что он сразу проявил себя как любящим, добрым, заботливым, который ставит меня на очень важное место в его жизни, которому важно, что я думаю, что я хочу, как я себя чувствую, каково мне вообще все. То есть я чувствовала, что я ему важна во всех планах, я сразу поняла, что вот именно он, именно такого я хочу, и когда парень показывает тебе, что ты ему важна во всех планах, то все остальное культурное, оно немножко уходит на задний план, потому что ему будет важно тебе доказать, что он тебя любит, и все, что культурное, он будет пытаться к нему как-то приспособиться. Но, если честно, ему не было это очень сложное дело, потому что здесь 16 лет, и всю культуру Израиля я очень хорошо знаю, я ее в себя впитала, потому что мы были единственная группа в кибуце, русскоязычный, и как-то мы были, мы сразу попали в израильское общество и начали его впитывать очень-очень быстро, потому что подростком ты впитываешь абсолютно все, как губка какая-то. И мне под его семью, под культуру Израиля было очень-очень просто подстроиться, и... а ему было под мою культуру интересно подстроиться. Но хочу сразу сказать о культуре. Вот когда спрашивают меня, культурно не странно, не разные мира, конкретно в моей ситуации мы не были супер разными мирами, потому что мой муж, как израильтяне, я вам уже как-то рассказывала, они делятся на восточных и западных, грубо говоря. То мой муж был более западный, то бишь он не... он живет здесь на Востоке, как бы на Ближнем Востоке, но он... его семья, все корни, они тоже европейские, Украина, вам тоже уже рассказывала, Украина, Европа, и поэтому, по сути, как бы глобально говоря, он тоже чем-то... мы с ним очень похожи, и чем-то походим на друг друга, и во что верят наши семьи, и как они себя ведут, и что они едят на праздники, и куда они любят ездить, отдыхать, и как они одеваются, и то, что я попала сразу в кибуц, и он тоже кибуцник, то есть у нас было очень много общих точек соприкосновения. Поэтому в этом плане, в нашей истории, мне было... с ним вот эти вот начало отношений было дико просто, вот все шло, знаете, то бишь как по маслу, я не знаю, есть такие отношения, которые идут по маслу, ни что не как по маслу, и было много всего, но с ним было очень просто, и... и с ним... и был веселый, классный, мне было... я помню, когда мы с ним ездили в доме в Латвию, я ему все показывала, вот это тот автобус, вот это та девятиэтажка, я его учила, как произносить девятиэтажку, это для израильтянина просто, не знаю, как это схемный китайском сказать, просто дико сложно, и вот все я ему показывала, и он прямо видела, как в Латвии, ему было все безумно интересно, откуда я, что я, вот. Но у Нессера, у моего мужа, у него такой характер, он такой очень покладистый, добрый, весельчак, поэтому мы с ним похожи, мы два таких Винни-Пуха-Весельчака. Поэтому в этом плане, в культурном плане, не было какой-то мне лично сильной разницы. Но я верю, что, знаете, вот честно вам скажу, откровенно скажу, что я думаю, что культурная разница, она присутствует. В моей семье присутствуют культурно разные культуры, очень разные культуры. Если вы за мной следите на Инстаграме, вы помните, что я ездила в Англию, вы помните, что я вам показывала двух шоколадных карпузов. Тем самым вы могли понять, что в моей семье присутствует мужчина-африканец. Я не знаю, если было понятно, что это именно мужчина, но в любом случае мужчина-африканец. И вот там вот очень разные культуры, очень разное мировоззрение. И если честно, я не уверена, что когда-то оно вот так вот сойдется. Настолько там все разно, что там очень-очень дико много работы в паре должно быть, для того, чтобы эта пара смогла быть семьей. Я не знаю, насколько у них это там получается, но у них эта работа, если честно, абсолютно непросто. И это очень отличается от того, что у нас... Вообще, если честно, например, Израиль в этом плане очень простая страна, потому что она интернациональная. Евреев есть во всем мире, и все они приезжают в Израиль, и все они тут мешаются. Поэтому здесь, в Израиле, как бы выходить замуж за иностранца, то есть или на нас, как кто-то мне написал, что может быть мы для них иностранцы. Неважно, вот эти создавать здесь пары с разных культур, с разных государств, это намного проще, потому что все вот это государство стоит на том, что здесь все откуда-либо не приезжали, и вместе живут, и создают семьи. И вот так вот вообще Израиль строился и создавался. Но хочу вам сказать, если мы на секундочку отложим Израиль в сторону и просто возьмем в общем, я вам хочу сказать, что если вы встречаете, например, вы русская, и вы встречаете какого-то иностранца, и он серьезно настроен, и хочет вас взять в жены после знакомства и тому подобное, рассчитывайте на то, что, как мне кажется, может быть я какая-то наивная в этом плане, а иностранец, который берет иностранца, иностранку в жены, в мужья, они уже, наверное, настроены на то, чтобы идти на компромиссы, как-то понимать культуру другого. То есть человек, который не хочет связывать свою жизнь с иностранцем, с другой культурой, с другим языком, не знаю, с другой семьей, из другого, из параллельного мира, назовем это так, то он на это не пойдет, кто идет на это, тот, наверное, морально, физически и тому подобное на это готов, и готов делать какие-то жертвы в кавычках, то есть, например, разные религии, принимать религию друг друга, принимать традиции друг друга. То есть я почти уверена, что в каждой стране, в каждой стране, в какой бы человек, женщина, мужчина не были, и они соединяются с друг другом, они готовы идти на эти жертвы и работать над этим. Не у всех это всегда получается, это нормально, ну и в нормальных парах, то бишь, не то, что в нормальных, но и в обыкновенных парах не всегда все получается. Немножко меня попросили рассказать о женских секретиках и благополучия в семье. Если честно, по поводу женских секретиков, ну, ничего такого супер, того, что вы не знаете, я вам рассказать не могу. Мне кажется, что вообще работа над семейным счастьем, над домашним очагом, это большая работа. Мы верим в то, что каждый должен от себя давать, что работа над отношениями, она идет с двух сторон, что вообще у нас все в семье делится как бы напополам, и мы вдвоем даем все для того, чтобы все случилось и произошло, и шло хорошо так, как мы хотим. Я от себя, как женщина, могу вам сказать, что очень важно терпение. С мужиками нужно терпение, терпение, какой бы мужик это ни был, ну, не знаю, в любом случае, мой мужик, к нему нужно дикое терпение. Терпение, причем во всем, в самых мелких вещах, которые, кажется, в конфетно-букетный период совсем не важны, но в повседневной жизни они очень важны. Не знаю, там, например, как Нетцер, например, не умеет вообще, вообще складывать одежду в шкаф. Сколько бы я им не учила? Как бы я им показывала? Какие бы легкие вещи я уже не придумала, как сложить всю рвашку, он это не может, у него не получается. Просто, ну, получается. Насколько это такая вот минорная, маленькая, бытовая вещь, но вот это вот, знаете, как может подкосить отношения, вот эти вот маленькие вещи, которые могут мешать и бесить тебя, поэтому нужно много терпения и нужно объяснять, пока не поймет, а иначе как. Поэтому я верю в то, что во всем вообще нужно терпение и нужно не хайить друг друга, то бишь не ругать друг друга, а нужно поддерживать. И когда он хочется наругать, подойти и сказать, а ты такой, ты это не умеешь, ты это не умеешь, остановите себя на секунду и подумайте, что если вы будете ему сидеть, знаете, как это есть пословие, если человеку говорить, что он свинья, он начнет скоро хрюкать, вот то же самое и здесь. Если вы будете сидеть и хайить своего мужа, не важно кого, тут не обязательно мужа, тут любого родителя, подругу, не важно кого, хайить, хайить, хайить его, вот ты такой, сякой, и ты это не умеешь, ни к чему хорошему это никогда в жизни не приведет. Человека только вы будете и тем самым затаптывать и опускать вниз, поэтому его нужно поддерживать и поднимать вверх, и для этого тоже нужно ваше терпение, все время нужно терпение и какая-то на определенном уровне мудрость. Мудрость заключается в том, чтобы вы знали в нужный момент, как человека поддержать, как своего мужа поддержать, какое правильное словечко сказать, и когда вы даже очень злитесь, хотите послать его на три веселых буквки, нужно себя как-то, знаете, нужно взрываться, я верю в то, что нужно взрываться, нужно ругаться, потому что это тоже дает какой-то свой эффект, но нужно ругаться правильно, всегда, когда вы ругаетесь, пытайтесь помнить о том, что у каждого вашего слова есть влияние, влияние не только на того человека, который стоит напротив вас, а влияние на вас тоже, поэтому думайте перед тем, как вы ругаетесь, ругаетесь, кричите, но, может быть, кричите то, что вы хотите, чтобы происходило, Что вы ожидаете, что происходило, а нет, какой человек плохой, потому что, помните, что вы живете с этим человеком, это ваша вторая половинка, если вы его хаете, обзываете, какой гадкий он есть, тогда зачем вы с ним находитесь, делайте все, чтобы этот человек был самым лучшим, стройте его, ну, стройте его в позитивном, как это сказать, в позитивном настрое. Ну, лично в это верю я, я не знаю, если я понятно вам рассказываю то, что я хочу рассказать, то, что я хочу вам передать, в общем, тут, наверное, заключается мой позитив, да, очень часто вы говорите, что я позитивная, я очень-очень верю в то, что наши слова создают нашу реальность, я действительно в это верю, как бы пафосно и банально, и, может быть, это не звучало, и вы многие это знаете, слышите, вот, наша реальность, да, мы все знаем, что нужно говорить положительно, на самом деле, какой процент из нас реально думает положительно, нам, у нас, мне кажется, что в человеческой натуре это вот кого-нибудь пахает, кого-нибудь обговорит, да, я и сама очень часто люблю посплетничать, что же тут скрывать, да, но вместе с тем, я по своей жизни, даже когда самые тяжелые ситуации, я как-то пытаюсь всегда себе сказать, что все мои тяжелые ситуации, все мои тяжелые ссоры, все мои тяжелые, не знаю, там, что, нужно смотреть на положительную, положительную сторону всего этого и помнить, что все, что с нами происходит, даже самые отрицательные вещи, они нас, они нас, они нас учат чему-то, они нам показывают другую сторону, другую сторону монетки, или как это правильно выразиться, то есть, все, что они делаются, делаются для того, чтобы мы стали умнее, мудрее, мудрее, правильнее и всему тому подобное, то же самое в отношениях, я верю, что все ссоры, что они происходят, они должны происходить, просто, знаете, как говорится, фильтруйте свой базар, да, ты идиот, ты придурок, ты ничего не понимаешь, никогда не говорите таких слов, я очень, я сама над собой веду каждодневную работу эту, чтобы таких слов не говорить, потому что иногда, знаете, меня выводят из себя так, но нужно, знаете, вы просто вот все сюда вдохнуть, успокоиться и работать, просто работать, вот это и заключается работа в паре, нужно работать на друг другом, смотрите на позитивные вещи, что вы любите в своей паре, например, для меня Нетер, он, ну не знаю, весь мой мир, он мой самый лучший друг, он для меня все, несмотря на то, что он меня дико-дико-дико иногда выводит из себя, особенно дома, знаете, я люблю с ним везде проводить время, но дома это самое тяжелое, потому что дома все, что я, он моя полностью противоположность, не знаю, как противоположности соединяются, он моя противоположность, я люблю порядок, он любит беспорядок, я люблю одно, он любит другое, У нас дома сниманы вечные стыковки, и это действительно самые банальные вещи, казалось бы, забудьте про эту банальность, но потому что мы живем эту банальность каждый, каждый божий день, она постоянно как бы всплывает, и она постоянно делает тут вихер, поэтому много-много терпения и женской мудрости, и любви, но как я вам всегда говорила, и я буду всегда это продолжать, а для того, чтобы ваши отношения с мужчиной, с вашим, смогли устроиться на 100% и быть счастливыми, помните, ваш мужчина вас должен любить немножко больше, нежели любите вы его, потому что женщинам и так и так будем отдавать все, а мужчины нет, и если мужчины вас будут любить совсем на чуть-чуть больше, нежели любите вы его, то будет абсолютная гармония в вашей семье, как кажется мне это. Ну что, вот такая болталка у меня получилась, вообще не знаю, что из нее получилось, по-моему, я, знаете, от одной темы пошла к другой теме, ну вот просто так с вами поболтала по душам. Пишите в комментариях свои мысли, делитесь со мной, мне будет очень интересно почитать, пообщаться с вами на эту тему, что думаете вы, может быть, я вообще полностью ошибаюсь, я живу в каких-то розовых очках, и семья у меня не такая, как у всех, может быть. Не исключено, что мы живем в каком-то своем мире, да, это тоже не исключено, это тоже мы любим, в любом случае мне будет интересно очень почитать, что вы думаете на эту тему, как вы видите это, может быть, сейчас вы многие мне, по-моему, напишите, Габи, ты такая наивная, ты еще не видела половину жизни, это мне тоже очень часто говорят, что я дико наивная, может быть, может быть. Ну что ж, на сегодня все, мы с вами увидимся очень скоро, пока. Всем привет! Ну что ж, сегодня опять я решила сделать для вас так. Я знаю, что вы не очень многие любите таги, но я вам обещаю, что те таги, которые я делала для вас, они не интересные таги, а не просто так.